Друзья, итак, вы знаете, у нас сегодня гости, также гости, хорошие гости из Санкт-Петербурга. Целая команда приехала, и они мне буквально недавно позвонили. Как-то я, ну не совсем, знаешь, бывает тебе звонят в Нижнем Новгороде и так далее, можем ли встретиться. Как-то я внутри сразу почувствовал, надо, чтобы они послужили вот здесь у нас в церкви, хотя по расписанию я должен был сегодня проповедовать. Ну, знаете, надо уступать. И первое собрание было потрясающее. Это приехал к нам епископ, пастор Союза Христиан, Ассоциации Союза Христиан Дмитрий Вячеславович Поляков, своей супругой Анной, и у них, да, и со своей командой. И у них есть такое, я бы сказал, прям важное послание, важное. Я когда им пропитался, для меня было, ну знаете, прям как-то, какая-то сакральная атмосфера пришла, я подумал, вот эти вещи надо делать. И вы знаете, и мы на острове Преображение уезжаем не для того, чтобы нам только преобразиться. Кстати, в этом году, вот удивительно, Мария Пикина здесь острова, брошюра, то есть рекламная, о приглашении на остров, это еще 99-й год. И мы прочитали вот цели, ради чего мы едем туда, на этот остров. Нас приехало меньше 30 человек первый раз на этот выезд. И там совершенно ясно было написано, что мы едем для того, чтобы молиться по деяниям апостолов, вот первый глава, восьмой стих, где сказано, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, в Самарии и даже до края земли. И вот этот посыл о том, что мы ехали сначала, не просто поболтаться в палатке, пожарить там картошку, а мы ехали помолиться за Нижний Новгород, как в Иерусалим, потом за область, как за Иудею, потом за Самарию, как вообще за всю страну, Палестину тогда, у нас страна Россия, за Россию, и потом даже до края земли. И знаете, Бог даже дал какой-то знак, что каждый год к нам всегда приезжали какие-то иностранцы, как будто бы вот посыл был такой, что они приезжали и получали слово. Сейчас нет времени говорить все свидетельства, сколько у нас было просто потрясающих свидетельств, не только на острове, а люди, которые там преобразились и потом пошли в другие страны, и они уже даже церкви начали в других странах мира, представьте, А коснулся их Господь там, но только один момент, может быть один, вот прям совсем, украду у моих друзей чуть-чуть время. Если помните, из Москвы был Филипп Реннер, он приезжал к нам сюда, и он сейчас живет в Соединенных Штатах, сейчас. И вот я его встретил в марте месяце, Фила Реннера. И вы знаете, эти события были Black Lives Matter, там, ну кто помнит, вот черные американцы как бы возмущались убийством их соотечественника и так далее. И вот там произошли такие большие эпические события, и они почему-то потрясли не просто экономику страны, они еще потрясли как-то социальные слои Америки. И вот Фил Реннер, он говорит, Америка разрывается на части, и вот у нас, у нас на острове здесь, несколько лет назад, он получил откровение служить Богу своим прославлением. И он во время Black Lives Matter ездил по всем штатам и приезжал в столицу, и на ступеньках Капитолия, то есть в каждом городе есть дом правительства, ой, простите, в каждом штате есть дом правительства. И вот на ступеньках дома правительства он проводил прославление, и до сих пор это делает. И я когда его встретил, я говорю, Фил, что у тебя за откровение такое? Он, не поверишь, это я получил слово у вас на острове. Когда я был на острове в Нижнем Новгороде, я думаю, наш Нижний Новгород играет такую роль, чтобы примерять американцев по всей Соединенным Штатам Америки. Ну, слушайте, ну не прекрасно ли это? Поэтому у Бога есть такие вот шаги. Поэтому давайте сейчас послушаем очень важное послание. Дмитрий Вячеславович, Анна, мы ждем вас. Давайте, пожалуйста, Санкт-Петербург, туманный Санкт-Петербург, но с теплым сердцем. Спасибо, Павел Алексеевич. Приветствуем вас, дорогие. На самом деле Петербург в этом году как-то преображается тоже. У нас весь июнь и июль просто жара 30 градусов, солнце не облачко. Я думаю, чем же нам придется расплачиваться за это, за все? В общем, мне даже страшно подумать. Дух Святой, да? Вы примите силу. На самом деле, вот, насколько мы привыкли к таким вещам, словосочетаниям каким-то, знакомым, понятным. На самом деле, вот, вдумайтесь, что делает Дух Святой? Все вы были наверняка, наверное, на классическом концерте какого-нибудь, симфонического оркестра, да? Помните эти несколько минут перед началом? Музыка это не назовешь. Каждый пиликает там на своей скрипочке, свою ду-ду-дует. То есть это жуткое что-то, какофония сплошная из оркестровой ямы или со сцены несется. Но выходит дирижер, взмах палочки, или по пульту постучит, тишина, и звучит музыка. Вот именно этот Дух Святой и делает, как Он оркеструет вообще дары, как Он нас направляет, каждого из нас, все множество призваний, множество темпераментов, взглядов, мнений, точек зрения, совершенно разных способов выражения Он берет и соединяет воедино, и творит нечто небесное, невероятное. Да, и все наши шероховатости сглаживает. И вот это, на самом деле, это такое драгоценное, потому что я, на самом деле, не знал в отношении того, что остров преображения изначально служил для того, чтобы молиться о пробуждении. 23 года вы молитесь, вы несете это, вы верно несете из года в год. На самом деле, это драгоценность великая, потому что сегодня мы, я объясню, почему мы здесь, что нас привело сюда. И поэтому расскажу немножко предысторию определенную. 2014 год. Мы не молимся о таких вещах, мы просим, наоборот, Господи, пусть минует чаша сия нашу жизнь, мы просим о том, чтобы было все хорошо, гладко, чтобы мы были здоровы, чтобы все наши близкие и дальние были здоровы, чтобы наши домашние животные были здоровы, потому что все было хорошо, правда же, это же всегда в наших молитвах. Ну, мы, наверное, не расталкивались с тем, что не всегда все выходит так. И все равно Писание говорит, чтобы во всех путях наших мы познавали его. Ну, на нас свалилось испытание, серьезное испытание. Очень неприятный диагноз. Онкология у моей жены, большая агрессивная опухоль, неоперабельная, риск кровотечения необратимого и так далее. То есть, и мы действительно вдруг все как бы замерло. С одной стороны, масса специалистов всевозможных и много голосов нас начало рвать в разные стороны. Там, делайте это, или это, или это. Мы поняли, что мы не можем делать и то, и другое, и третье. Нам нужно единственное, один знает, что... И мы просто остановились до полной остановки. Мы поняли, что мы на минном поле. На минном поле не нужно играть в футбол и бегать, сломя голову. На минном поле тебе нужно действительно водительство, очень четко того, кто знает, где эти мины разложены. И мы поняли, что нам нельзя делать шаг без мира в сердце и без водительства от Бога. Очень трудно в этот момент не паниковать, не засуетиться, не делать что-то. Надо же что-то делать. Но вот Господь нас учил искусству маленьких шагов и двигаться в этом направлении. И спустя 7 месяцев такого пути, хождению буквально по краю, Господь сотворил чудо. Неоперапельная опухоль исчезла без помощи врачей. То есть ее не надо было оперировать и удалять. Действительно, это было чудо Божье. И моя супруга, чему я очень рад на самом деле. Да, был момент такой. В общем-то, она уже готова была уйти. Я просто уперся и не дал этому совершиться. Удержал. Да, Господь, Господь, в общем-то, в этом случае позволил этому случиться. И Анечка сегодня с нами. Но она молилась в течение года и спрашивала, ну хорошо, что повелишь мне делать, раз оставил. И вот я хочу, чтобы она рассказать, какие вещи вкладывала в ее сердце. Слава Господу. Слава Господу, дорогая церковь. Вообще, самое лучшее место, где человек может быть на земле, это церковь. И, знаете, любить церковь – это привилегия. И быть частью церкви – это просто вот такая привилегия и такая радость. Поэтому каждый раз, находясь в новом собрании, я вижу вот эту грань красоты Божьей. И я уже второй раз в вашем собрании. И я увижу вторую грань в вашей церкви. И вы прекрасны. Вы нижегородцы. Правильно сказала? Бог вас очень-очень любит. И мы, петербуржцы, мы вас тоже очень-очень любим. И мы обогащаемся вашей красотой, вашим миром, вашей любовью. Потому что Бог, Он настолько прекрасен и многогранен, и многообразен, что вот нам есть, знаете, вот есть чему… Извини, может быть, я немножечко подольше скажу. Но когда мы приезжаем в какой-то город, мы смотрим достопримечательности. Туристы все, все из вас были когда-то туристами. Так вот, я, приезжая в Новый город, я считаю, что самая большая достопримечательность – это тело Христово. Поэтому вы – моя самая большая достопримечательность Нижнего Новгорода. И вы знаете, всех… Вот я, может быть, небольшого роста, небольшого веса, но у меня большое сердце, которое может вмещать стольких людей, что я даже сама со счета сбиваюсь. Поэтому я могу сказать, что я вас увезу с собой и буду носить вас как драгоценность. К ангелам. Бог сказал в Псалме 90-м, что «Ангелам своим заповедую охранять тебя на всех путях». И когда Бог исцелил меня, я действительно спрашивала, что же делать. И молясь за нашу страну, молясь за семьи, молясь за церковь, потому что молитва – это как дыхание. Мы не можем быть без молитвы, если мы знаем Бога. И поэтому вот в этом контексте молитвы, и это как раз было перед Рождеством, я размышляла о ангелах, которые были вестниками, которые были свидетелями того, что приходит Христос. И ангелы ликовали, когда Он родился. И, в общем, ангелы знакомы абсолютно каждому человеку – верующему, неверующему, верующему во что-то другое, потому что все равно ангел – он такой образ, который просто указывает на то, что Бог есть. И Он открывает эту благую весть Божью для нас с вами. Поэтому после года обращения к Богу после исцеления Он сказал «Установить образ наших с вами молитв за нашу землю в виде ангела с одной стороны нашей страны, на западе и на востоке, и чтобы эти два ангела, они были, как вот эти херувимы на крышке ковчега, между которыми являлась слава Божья. И наша страна, она самая большая в мире по протяженности. И, честно говоря, я думала, что вот эти два ангела, которые Бог сказал установить, что это чисто для нашей страны, чтобы мы были в таком единстве, потому что наш герб – это два орла, и головы смотрят в разные стороны. А тут, получается, два ангела, наоборот, соединяют и окутывают нашу страну. Но когда мы посмотрим на земной шар, то Бог говорит «Вся земля полна славы моей». И поэтому наша страна – это как крышка ковчега. А вся земля – это ковчег Божий, который он желает наполнить своей славой. Поэтому установка этих двух ангелов – это просто пророческое действие, которое Бог побудил нас сделать вот как раз в рамках молитвы за пробуждение. Поэтому я благодарна Богу за то, что многие люди присоединились к этому. И действительно, Бог помогает вот всем, кто желает Его искать, ангелы, они помогают обратиться к Нему. Потому что эти ангелы – это образ Божьего благоволения к нам. И это образ наших молитв к Нему. Поэтому я передам, наверное, слово. Они показали? Нет еще? А, покажите, пожалуйста, ангелов, чтобы было понятно, о чем говорим. Вот. Это таких… Он отлит из бронзы. Вся его высота вместе с пьедесталом 5 метров 40 сантиметров. Ангел сам, он метр 80. Поэтому и они будут два идентичных ангела. Второй уже отлит в Петербурге. Он ждет своего часа, чтобы отправиться в Петропавловск-Камчатский. Вот. А этот установлен 11 сентября 2019 года. И мы не знали, в какое время будет установлен этот ангел. И вот как раз в этот именно день, 11 сентября, когда, если вы помните, свершилась такая трагедия в Соединенных Штатах, когда два здания рухнули. Вот. И это была трагедия. Вот. Но Господь, Он благ и милостив ко всем нам ныне живущим. И Он желает, чтобы мы каким-то образом присоединили свое сердце, свои молитвы к вот этому общему пробуждению, которое Он хочет видеть и свершить в нашей стране и через нашу страну. Все, наверное. Спасибо, Анечка. На самом деле, все развивалось постепенно и не до конца было понятно. Потому что иногда Бог говорит какое-то слово, что-то показывает. Иногда наш разум не в состоянии просто объять это все. И мы просто двигаемся верой. Потому что, когда все понятно, ну, что там и верить-то. А вот здесь, действительно, это было путешествие веры. И, в общем-то, мы никогда такого не делали. Мы обратились к администрации города Сартовала, потому что мы там много молились. И, на удивление, мэр города поддержал идею. Он очень заинтересовался этим. И побежал сразу искать место. И нашли это место на горе Кухавуори. Это центральный парк такой в городе Сартовала. И гора возвышается над всем городом. И лучше места для ангела не найти было. И вот именно в тот момент, когда мы поняли, как он будет стоять, он будет обращен лицом на восток. Мы поняли, что второй ангел будет на дальнем востоке обращен лицом на запад. Чтобы вот как в 25 главе Исхода, в 27 стихе, говорит Господь, он заповедовал Моисею сделать ковчег из дерева сетим. И на крышке ковчега херувимов чеканной работы, обращенных лицом друг к другу, осеняющими крыльями крышку ковчега. И он говорит, и там я буду открываться тебе. И говорит с тобой над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровение. О всем, что не буду заповедовать тебе, через тебя, сынам Израилевым. То есть там являлась слава Божия. Действительно, и тогда, в этот момент мы увидели, что это пророческое действие. Для того, чтобы слава Божия наполнила нашу землю. Исторически, сколько раз мы подходили к пробуждению, сколько раз мы видели действие Духа Святого. На рубеже веков это очень часто происходило. Какие-то какие-то устремления, подъем религиозной мысли. Я не знаю, ну столько всего происходило, можно проследить это. Это есть. И в то же время все разбивалось опять о какие-то преграды. Последняя попытка была вот на рубеже 19-го, 20-го веков. И все это в дребезги разбилось Октябрьскую революцию, кстати, которая в Питере, да, город трех революций. Там это все происходило. Я принимаю ответственность за это. Но нам дан шанс. Мы же видели, как в 90-е годы просто без помощи рук человеческих. Действительно, очень похоже на то, что описывается, в книгах Ездра, Неемея, Агея и Захария. Когда царь Кир, язычник, вдруг проснулся, пришел в себя и говорит, слушайте, а что они делают? У вас разве земли своей нет? Может быть, вам нужно туда вернуться и делать то, что вам Бог заповедал? И точно так же у нас, я не знаю, бывшая вся советская номенклатура, вдруг Горбачев затеял перестройку. Никто не понимал, что это значит. Никто не понимал, перестройка, гласность и так далее. И все за что-то взялись. И вдруг неожиданно для всех просто рухнула старая система, она обрушилась и все. И сюда хлынула свобода. Другое дело, как мы ей распорядились, что с этим делать, мы до конца даже и не понимали в начале. Но самое это главное, вот когда я путешествую по стране, когда я езжу в разные регионы, есть время подумать. Расстояния большие. И вот когда я читаю эти книги, я понимаю, что это по сути дела для нас инструкция. Это путеводитель, это гид в отношении того, как нам возвращаться из нашей версии вавилонского пленения. Мы тоже 70 лет там провели. Первая волна, которая вышла оттуда, когда они пошли туда восстанавливать всю ту разруху, которая там была, три слова Бог дал. Возвращение, восстановление, возрождение. Восстановление, возвращение прежде всего к тому вообще пониманию, осознанию, кто мы в Боге. Кто мы вообще? Какое предназначение для нас? Вернуться туда, в то место, откуда Господь нас призывает двигаться дальше. Восстановление, восстановление алтаря, место встречи с Богом. В вертикали, поклонение, то есть точки отсчета, потому что отсюда только можно двигаться в правильном направлении. Если проигнорировать это место общения, встречи с Богом, то можно прийти не туда, куда хочешь. И в конце концов возродиться как нация в призвании Божьем. Не в выдумывании каких-то новых национальных идей или суррогатного патриотизма или еще чего-то, а именно для того, чтобы услышать от него, кто мы в нем, что он хочет делать через нас. Все мы слышали о пророчествах. Это говорили и старцы православные, и западных пророков много. Одно наиболее известно это пророчество Хадсона Тейлора, когда он миссионер в Китае, который к России не имел никакого отношения, в своей церкви методистской в Англии просто читал проповедь, методисты читают проповедь и читают. И вдруг его накрыл Дух Святой. Он как парализованный стоял, у него глаза были закрыты, он стоял и не двигался. Его методическое собрание западства забеспокоилось, что с ним произошло. Потом он пришел в себя и он стал пророчествовать и говорить о том, что он видел. Он видел две войны, которые по сути дела оказались одной войной. Это Первая, и Вторая мировая война. Он говорил о том, что он видел множество различных очагов пробуждения в разных частях этого мира. И потом он говорит, я увидел всеобъемлющее пробуждение в России, равных которому не было и не будет. И это пробуждение было такой силой, что оно вышло за пределы России, преобразило Европу и затем явилось по сути дела как бы катализатором глобального пробуждения. И вслед за этим он увидел пришествие Господа Иисуса Христа. Его трудно обвинить в славяно-филстве, потому что он к России не имел никакого отношения. Но Бог очень часто берет человека совершенно неконгруентного, несвязанного, ну вот без какого бы то ни было намека на то, что он может быть как-то заинтересован. Просто Дух Божий сходит на человека и он говорит то, что хочет Бог. Теперь вопрос, действительно, мы все молимся о пробуждении, мы все хотим этого. Когда мы занимались ангелами, мы до конца и даже не понимали, а зачем это нужно. Мы же с живыми ангелами общаемся, они же нас хранят, защищают, мы же это суть служебные духи, зачем нам в бронзе кого-то отливать и ставить как памятник. Ну и опять же разные мнения были тоже, что там идолов теперь надо начали ставить, зачем это надо. И вот интересно то, что вроде бы разуму это было непонятно, но Господь показал, что должно произойти в связи с этим. И мы увидели, что вот этот второй ангел, который будет двигаться, Петропавловск, Камчатский, мы там были, встречались с администрацией, идею поддержали, есть ряд нюансов, и конечно вот эта эпидемия отредактировала слегка планы всеобщие. Но тем не менее это осуществится. Но то, что Господь сказал, что по сути дела по мере того, как ангел будет двигаться на Дальний Восток, он хочет, чтобы мы с молитвой прошлись по стране через 10-11 часовых поясов, через каждый регион, в разных городах увидеть церковь, увидеть ее портрет. Портрет сегодняшней церкви, увидеть каждый штрих, каждый оттенок, увидеть все это многообразие, всю эту красоту, великолепие. Увидеть, насколько она многообразна, насколько она не соответствует просто какому-то шаблону, насколько она вырывается из привычных стереотипов. Увидеть вот эту церковь многообразную, написать ее портрет, помолиться за нее в разных регионах, в разных местах, обнять ее молитвой, действительно, и выразить свою любовь к ней. И мы здесь для того, чтобы почтить вас, ваш труд, ваше служение здесь, в этом месте. Нижний Новгород всегда был щитом, это было место обороны, восточное, да, вот если бы мы были в прошлом, перенеслись на сколько, 800 лет назад, да, даже 500, тогда ангела нужно было бы ставить здесь. Но поскольку все-таки мы с тех пор далеко продвинулись, нам нужно будет это сделать на Дальнем Востоке. Остается все той же. бронзовые ангелы по сути дела просто на самом деле они как бы видимый знак определенный и видимый знак понятный определенным категориям людей. На самом деле, как это ни странно, это вдруг почему-то было понятно администрации города Сартовала. Интересно, что такие проекты не осуществляются без поддержки администрации. Невозможно это сделать. Невозможно, правда Церетели тоже ночами бывает поставят статую и все, а потом разбирайтесь, делайте с ней что хотите. Но там поддержка администрации тоже была. Но здесь речь идет о том, что нам все равно нужно каким-то образом научиться взаимодействовать с теми, кто сегодня у власти. Большой вопрос. Мы же любим быть ниже радара, чтобы нас особо не замечали, потому что каждый раз, когда заметят, начинаются какие-то проблемы. Вы это не понаслышке знаете. Но много приходится биться и сражаться. Я думаю, может быть, каким-то образом пока есть возможность, может быть, инициировать какие-то проекты, которые им понятны, может быть, в которых они хотят участвовать, может быть, на которые у них есть федеральные средства выделены, кто знает. Но каким-то образом вот такой проект осуществить. Мы, например, выступили с этой инициативой, нас знали там, и поэтому не было особых таких проблем. Бизнес-сообщество, потому что проект дорогой, сравнительно не дешевый такой, поэтому бизнес-сообщество подключилось и получилось так, что бизнес-сообщество, оно умеет говорить на языке администрации. К сожалению, наш небесный язык не всегда понятен чиновникам. И вот тут три разные группы людей сошлись, но благодаря инициативе церкви. И вдруг началось преображение. Причем преображение началось на другом уровне совершенно. Не просто в рамках наших каких-то скромных возможностей, как церкви, а на уровне города. Мы вдруг увидели, какие-то странные метаморфозы начали происходить. Естественно, много молитв было, потому что без молитвы вообще никуда не двинуться. Но вдруг неожиданно федеральные на приведение в порядок этого парка, на который они пытались 20 лет какие-то средства собрать. Ничего не получалось. И вдруг неожиданно вот так вот, после того, как ангел там встал. Там стали восстанавливаться церкви, церкви, которые, бывшие лютеранские церкви, которые одни стены, без крыши, вместо окон просто отверстия, дыры, бойницы такие. Церкви, которые были, горели и так далее, были заброшены. Они вдруг начали восстанавливаться. Мы в одной из таких церквей, просто проезжая, сердце кровью обливалось, мы однажды остановились и просто помолились и поклонились Богу там. Записали там, и просто зафиксировали это для себя, записали видеоклипчик один. Мы потом его вам перешли. И потом вдруг мы поняли, что нам нужно собраться здесь и восстановить эту церковь в духе. Церковь интересное очень такое место, вернее, не просто место, а это некое явление. У церкви не всегда был храм в пространстве, но у нее всегда был храм во времени, когда у вас не было возможности собираться в этом месте. храм у вас был всегда. Чувствуете разницу? И как только, как только Израиль ставил храм в определенном пространстве выше храма во времени, выше присутствия Божьего, тогда сразу же Господь отправлял их подумать на 70 лет куда-нибудь в Вавилон. И вот эти проблемы, приоритеты важно очень помнить и не вещать самого главного, его присутствие в нашей жизни. С этим происходит. Вот когда Анечка свидетельствовала, на самом деле, мы очень много, мы молились за исцеление, мы верим в исцеление, исцеляющую силу Божию, мы просим конкретно, все, чего не будете просить, в молитве верьте, что получите. в конце концов, в анамнезе Ремо-библейский институт научили. И тут вдруг вот эти наши стереотипы как-то поменялись. Мы в определенный момент перестали молиться об исцелении. Вместо этого мы каждое утро просыпаясь, мы просили об одном единственном, о его присутствии в нашей жизни. Потому что с его присутствием все остальное уже в нагрузку дается. Оно дается автоматом. Нам не нужно конючить кучу разных вещей, выпрашивать у Бога, длинный-длинный список, занимать это эфирное время. Нам нужно единственное его присутствие, то есть он сам. И когда Иисус говорит, если вы, будучи злые, можете благие даяни давать детям вашим, да, и когда сын попросит хлеба, отец не даст ему камень и так далее и тому подобное, он говорит об этих обычных, мирских, банальных, бытовых вещах. А потом он выдает что-то такое удивительное. Он говорит, тем более Отец ваш небесный даст что? Духа Святого просящего у него. То есть он даст себя. Вот о чем речь, вот что нам нужно. И на самом деле вот она точка отсчета. Вы знаете, я на самом деле я понимаю, насколько это имеет отношение к этому пробуждению. Я верю, что вот это простое послушание, движение по церквям, молитва за церковь, молитва с церковью, действительно, интервью, вопросы, разговор от сердца к сердцу о том, что дух говорит церквам. Действительно, что сегодня дух говорит? Что сегодня? Потому что сегодня все наши старые методы, какие-то стереотипы, я не знаю, привычки какие-то, они уже вдруг не работают. Или вернее, скажем так, мы их начинаем пересматривать. Слава Богу, понимаете, вот эти кризисные ситуации, которые нас обложили, они помогают нам увидеть что-то новое. КОНЕЦ КОНЕЦ